Кубок России Кубок России может для некоторых быть один раз и больше ты не попадешь в финал четырех. Любой в принципе в финал четырех, поэтому в моем понимании ты не имеешь права находить какие-то оправдания. О, я играл, ну, играли, ничего страшного. Люди в плей-офф играют или в Евролигию играют и через день, и каждый день. Так что я думаю, что это для слабых оправданий. Химки хорошая команда. Они выбили Самару, они выбили очень сильную руну. И любая недооценка соперника или мы если выйдем вдруг спустя рукава, они сто процентов нас накажут. Хороший тренерский штаб, хорошие ребята, которые поиграли на уровне ВТБ. Так что ни в коем случае нельзя расслабляться. Плюс время игры, так сказать, не очень баскетбольное. Обычно все спят еще или утром тренируются. Но ничего, у всех одинаковые условия. Так что настраиваемся и, конечно, лучше выиграть, чем поехать с двумя поражениями домой. Мы побеждали за счет своих наготовок, которые мы делали на тренировках, своего характера и щепотки удачи. Будем биться просто и все. Тут никаких вопросов не должно быть. Мы должны выходить и играть на каждом отрезке площадки. Выигрывать каждый микромомент. И тогда в конце игры мы будем победителями. На самом деле из четырех команд, не в обиду Химкам, все три команды достаточно равны. И опять же и с нижним были все игры напряженные в этом сезоне. И у МБА были зарубы с нижним постоянные. Поэтому я думаю, что завтра будет очень интересная игра. Думаю, у нас все ребята как-то будут по-особенному настраиваться на игру. Потому что это игра за медали, за золото. Для меня это вообще. Я в кубке первый раз ухожу в финал. Я думаю, все ребята будут настраиваться по-особому, чтобы выиграть. По составу у них сильнее. Будет немножко состав. Но мы все будем до конца бороться. Никто не будет сдаваться. Продолжите фразу. Если Химки выиграет, то я... Сделаю татуху себе еще одну. А если Химки проиграет, то я... Расстроюсь очень сильно. Если Химки выиграет, то я... Я обалдею от счастья. А если Химки проиграет, то я... Поддержу команду все равно. Они единственный клуб, который в Суперлиге. Так хочется поверить в чудо, что они смогут действительно. В этом году мы ездим болеть за Химки своей танцевальной группой поддержки. Мы с ними из Питера уже второй раз. И мы еще ими ездили в Тамбов. Курьезный случай у нас был тогда, когда мы поехали как раз в Тамбов. И мы поехали в одном поезде с нашими баскетболистами. И ночью мы вышли на перрон. Наши танцоры, они ночью любят потанцевать. На каком-то перегоне в час ночи. И выходит наш тренер Химкинский и говорит, я такого никогда не видел. За кого болеешь? За МДА. А ты знаешь, кто талисман твоей команды? Нет. Это жираф и пингвин. И пингвин? Я пингвина не видел, только жирафа видел. Ну, пингвина я видел. А ты знаешь, как жираф будет кричать? Если говорить метафорическим языком, что нужно жирафу, чтобы победить ежика? Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, может, сценку разыграем? Я на тебя нападаю. Напади на меня. Давай. Я думаю, что нападаю. Ну, примерно ты жираф. Присядь чуть-чуть. А, я жираф. Присядь чуть-чуть. Я втаду? Да. А я уже как бы стою и нападаю. Готов? Давай. А теперь ежа делаю. А что нужно ежику, чтобы не дать себя одолеть? Показать иголки? Поддерживаю. Поэтому делайте игры в 11 утра, и вы получите офигительные ответы. Привет. Это вторая серия Го из Санкт-Петербурга. У нас те же действующие лица, но обстоятельства, в которых мы их встречаем, гораздо-гораздо круче. Осталось всего два заключительных матча и неразыгранный комплект наград во главе с кубком. Оставайтесь с нами. Сейчас все станет на свои места. Да, не буду. Какаяơn, я собираюсь от этого. Все vê. Пока 4 жore. Пока 2 am. Пока 4 жорди. Пока 4 жарёвки. Пока х�로ри flex Viktor fruition. Пока 5 жарёвки. Пока 4 жарёвки. Если бить её не надо. Пока 4 жарёвки. Выжаряжка. А partёшкаtv. Пока 4 жарёвки. Пока 5 жарёвки, Jelly brownёвки. Пока 5 в виде долей, пока 5 жарёвки. Спасибо Химкам, действительно, за хорошую игру, потому что я думаю, что две игры Химки очень достойно выглядели и нас заставили понервничать. И, наверное, тем интереснее и приятнее было болельщикам. Главное, что медаль. Финалы четырех легко не даются и никогда не бывает каких-то там шоу, суперщитов. Все на грани, выигрывается. Ну, мы выиграли, значит, более-менее все нормально. Сейчас, в любом случае, для нас это очень большой опыт. Мы сюда приехали бороться с командами Лиги ВТБ. Через две недели у нас начинается плей-офф. Уже мы попали туда, плей-офф начинается Суперлиги. И хороший уровень защиты, хороший уровень организации игры команд Лиги ВТБ, с которыми мы играли вот эти два дня, показал нам на хороших командах. Очень легко было увидеть наши все недочеты. У нас есть время, одна игра у нас осталась. Через неделю у нас есть время все поправить и удачно войти в плей-офф Суперлиги. У нас есть время, я думаю, еще расти. Молодые ребята, у них все впереди. И для, то, что я говорил, для многих, наверное, если не для 90% игроков, это первый финал четырех вообще в истории. И то, что с этого финала четырех они уже уезжают с медалями, это уже, я думаю, что прогресс для них. И в дальнейшем, я надеюсь, что достоинство медали будет возрастать. Скажите, как часто приходится ездить с командой по стране? Ну, близлежащие. Питер, Москва, Казань, ну, частенько. Скажите, сложнее было отпроситься из дома или с работы? Сложнее было пристроить кошку. Получается, из дома. Ну, в общем, да. Я забыл вопрос. Скажите, а как часто вы ездите на матчи выездные? Первый раз. Почему тогда именно Кубок России? Нам очень захотелось поприсутствовать и прокатиться по России и поддержать нашу команду. Скажите, насколько сложно было отпроситься с работы? По семейным обстоятельствам. У нас такие обстоятельства. А у вас? У меня без проблем. Я вспомнил вопрос. Я не замужем, да. Часто ли в поездках случаются какие-то смешные случаи, там, курьезные, или, может быть, даже мистические? Случается часто. Да, приехали с Саратов не на ту арену. Все утверждали, что это мы, она, что вот именно сейчас будут баскетболисты, но благо нашли. То есть водитель не успел уехать, а мы такие, вы поезжайте, мы там попозже встретимся. Если Нижний выиграет, то я? То я продолжу гордиться своим городом и своей командой. Если Нижний проиграет, то я? Верю в свою команду в любом случае и также горжусь ей. Сложнее было отпроситься из дома или с работы? А я сейчас без работы. Если Зенит сегодня выиграет, то я? Я куплю тортик и скушаю его вечером с мамой. Если Зенит сегодня выиграет, то я? То я хорошо покушаю. Тогда вторая фраза. Если Зенит сегодня проиграет, то я? То завтра будет плохая тренировка. Что нужно Льву, чтобы победить Лося? Ну, если говорить именно как по природе, именно Лев и Лось, то в принципе нужно, так сказать, из засады просто напасть на него, вцепиться когтями и уже там сделать свое дело. Что нужно Лося, чтобы не дать себя победить? Ну, угрожать рогами, наверное, в честь и так, что делать маленькие зрачки, потому что это знак, что лось агрессивный. Если маленькие зрачки, то лось агрессивный, рогами показывает, что рога большие, может отпихнуть кого угодно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok